Получается, ПДК пишет текущее, все показания указываются. Это Алексей, студент 4-го курса, учится на специальности реклама и связи с общественностью. Но сегодня он общественный инспектор, который следит за соблюдением всех экологических требований на КРАЗе. Уже не в первый раз на Красноярском алюминиевом заводе проходят подобные общественные проверки. В заводском проекте инспектора принимают участие горожане, которые хотят узнать и проверить, что и сделал КРАЗ для снижения нагрузки на атмосферу города. Народные инспекторы получают специальные чек-листы, в которых выставляют баллы, насколько хорошо завод выполняет природоохранные мероприятия. Алексей решил лично измерить воздух между корпусами при помощи экспресс-анализатора. По гидрофториду все в норме, превышений нет. Чтобы произвести замер воздуха, вставляем трубочку. Вставляем трубочку. Нажимаем. Вот так. Можете его в гидрофториду взять? Можно померить не только в тургаз. Кассеты разные. Но ставили уже это вещество, поэтому происходит все так. Во время инспекции студенты побывали на всех этапах создания алюминия. В электролизном цехе, в литейном отделении. И в конце увидели, как выглядит готовый алюминий, который потом из Красноярска отправится для выпуска автомобилей или даже ракет и самолетов. Это было полезно, говорят студенты. Им важно понимать, как работает завод и насколько серьезно ведет экологическую модернизацию. Говорят, что люди производства экономят на фильтрах, на очистке. Но вот сегодня я поняла, что на самом деле это не так, потому что для производства намного затратнее будет. Точнее, оно понесет большие потери, чем сэкономят на выключении фильтров. На КРАЗ информацию о режиме неблагоприятных метеоусловий получают от Среднесибирского УГМС. После этого у подразделения есть короткое время, чтобы оперативно переключиться на этот режим и снизить нагрузку на экологию на 15-20%. Говорит начальник отдела экологии Жанна Фокина. Сразу после этого подразделения были направлены информации, что объявляется режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. На предприятии разработаны мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу при разных режимах НМУ. То есть запустили эту информацию, подразделения начали подготовку к снижению выбросов. Сейчас на Красноярском алюминиевом заводе продолжается экологическая модернизация. До конца 2024 года КРАЗ взял на себя повышенное обязательство – снизить выбросы по бензопирену на 60%. На заводе считают, что только при таком же ответственном подходе всех предприятий и организаций города проблемы с экологией будут решены. Елена Армас, Александр Кальтер, Новости ТВК.